Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня гость нашей программы, человек, который, не побоюсь этого слова, отвечает за чистоту, порядок и благоустройство на территории всей Московской области, Татьяна Семеновна Витушева, начальник Государственного административно-технического надзора по Московской области. Татьяна Семеновна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, сегодня у нас встреча очень такая показательная, она сразу после вашей инспекции происходит по Одинцовскому району, по городскому поселению Одинцова в частности. Ну и мне бы, естественно, хотелось, чтобы вы, в первую очередь, поделились своими впечатлениями, потому что, ну, Одинцова иногда называют столицей Московской области, да, в чем-то, потому что это район президентский, это район патриарши, это район губернаторский, да, и от того, насколько хорошо он выглядит, ну, во многом зависит и престиж всей Московской области. Да, действительно, абсолютно с вами согласна. Географическое расположение Одинцовского муниципального района накладывает на него особые обязательства. По большому счету, у нас должно не вызывать различий, когда люди, выезжая из Москвы, попадают в Одинцовский район. И, слава богу, зачастую так и происходит. Некоторые районы Одинцова, да вообще, и Одинцовского района, они даже мало чем отличаются, а в чем-то превосходят некоторые районы Москвы, поверьте мне. Это, конечно, очень хорошо, и я должна сказать, что со мной согласны жители Одинцовского муниципального района. Почему я ответственно это говорю? Потому что буквально в конце весны и начало этого лета был проведен соцопрос по всей Московской области. Люди отвечали на два вопроса. Каково благоустройство? Удовлетворены ли жители муниципального района благоустройством? И второй вопрос – это видят ли они перемены в комфортности и качественности жизни на территории того или иного муниципалитета. Так вот, цифры в Одинцовском муниципальном районе достаточно высоки. Более 65% местных жителей говорит о том, что они довольны благоустройством, которое происходит в Одинцовском муниципальном районе. И более 70% видят перемены к лучшему. На самом деле, очень хороший результат, и он говорит о многом. В первую очередь, он говорит о том, что за два года, почему за два года? Потому что, крайняя моя инспекция была сюда ровно два года назад, произошли серьезные перемены. Мы сейчас говорим с вами о благоустройстве. Я должна отметить тот факт, что, конечно, много сделано в центре города самого Одинцова. Сегодня инспектирован исключительно этот город. И я увидела абсолютно преобразившийся центр города, главные улицы, сделаны новые пешеходные зоны. Особо хочу отметить центральную площадь, которая делается у нас в три этапа. Первый этап закончен. Сейчас в разгаре работы по благоустройству второго этапа. Ну и в планах еще третий этап 19-го года. Но плюс еще, я знаю, две новые общественных пространства делаются у нас в новом городке, в Одинцовском муниципальном районе и в Кубинка-1. То есть масштаб поражает, качество и уровень. Об этом говорят жители, потому что действительно это то, что давно ждали и то, что востребовано. Второй момент, на который бы я хотела обратить внимание и обращала в течение моей сегодняшней инспекции, это комплексное благоустройство дворовых территорий. Потому что улица улицы, центр центр, но двор, он двором остается всегда. И для наших жителей, для очень многих наших жителей, любой двор это по большому счету продолжение личной квартиры. Это то личное пространство, которое хочется, чтобы было уютным, безопасным, комфортным. И в Одинцово для этого много делается. Вы знаете, 38 дворов будет сделано в этом году, 13 уже закончено. 54 двора комплексно благоустроены было в 2017 году, в прошлом году. И благоустройство проведено на очень высоком уровне. Это и новые детские площадки, это дополнительные парковочные места, это зона озеленения, это освещенность, новые опоры освещения. То есть, действительно, то, что требует правительство Московской области, в Одинцово делается. Я это ответственно заявляю. И, конечно, масштаб, уровень этих работ оценен как положительный. Второй вопрос, на который обращалось внимание во время нашего инспекционного объезда, это, конечно, чистота, замусоренность территории города, ну и вывоз мусора с контрольных площадок. Здесь дела обстоят по-разному. Безусловно, центр города, как дорожная его сеть, так и, в общем-то, центральные улицы, главные улицы, даже ближайшие дворы, в общем-то, содержится достаточно хорошо. Надо отдать должное. И управляющие компании работают в этих местах, отличные дорожные службы. Нареканий практически не было. Но, поскольку инспекция есть инспекция, и нам важно было посмотреть, какова же ситуация дел в иных внутридворовых территориях, которые на сегодняшний день не комплексно благоустроены. И там, к сожалению, было достаточно большое количество недостатков. Но в первую очередь я хочу сказать, что были такие моменты, и мы это зафиксировали, как несистемный вывоз мусора с контрольных площадок. Само содержание контрольных площадок оставляло желать лучшего. Были несанкционированные свалки во внутридворовых территориях, ну и, в общем-то, ямы во дворах. Где-то были обклеены рекламным мусором опоры освещения. И вот это именно то, что портит общее впечатление от содержания города. Это то, на что в первую очередь жалуются жители, как на портал Добродел, так и в территориальный отдел госомтехноотзора. Это именно то, на что местные власти нужно в первую очередь обращать внимание. Безусловно, наш инспекционный объезд проходил под протокол. Все выявлены недостатки. И моменты, где мы сегодня побывали, они занесены, взяты на карандаш. Будут отведены короткие сроки на устранение. Ну, я считаю, что в ближайшее время ситуация в этих местах у нас улучшится. Ну, вообще, мне кажется, что Добродел в этом случае должен быть лучшим другом местных властей. Потому что жители, наверное, сначала все-таки жалуются на Добродел, а потом уже идут, жалуются в вышестоящую инстанцию, какой, собственно, и является Государственный административно-технический надзор. Если вовремя реагировать на сообщения, которые появляются на Доброделе, можно избежать неприятных разговоров с вашими инспекторами. Безусловно, Петр, вы абсолютно правы, что Добродел на сегодняшний день – это действительно очень эффективный инструмент общения с жителями, причем не только муниципальной власти, но и региональной. Я хочу сказать, что большое количество жалоб поступает на Добродел, в том числе из Одинцовского района. Но если год назад Одинцовский район у нас был в топе, даже я бы так назвала, красной зоны по количеству обращений и жалоб жителей, то, конечно, уже середина 2018 года показывают иные совершенно цифры. Вы знаете, на 50% снизилось количество жалоб от жителей Одинцовского муниципального района. Это результат. То есть работа муниципальной власти идет на то, чтобы все-таки количество недовольных той или иной работой проживающих в Одинцово жителей становилось меньше. Мы видим этот результат и нас на самом деле очень радует. На что больше всего жалуются люди? Ну, наверное, то же самое, на что и мы сегодня увидели. Невывезенный вовремя мусор, содержание контрольных площадок, где-то плохая работа управляющей компанией по уборке территорий, несанкционированной свалки. Топ всех проблем. И, конечно, после этого уже идут такие моменты, как где-то детская игровая инфраструктура не совсем в хорошем состоянии, где-то недостаток парковки, парковочных мест. Ну и если это зимний период, то, как правило, это недоосвещенность улиц и территорий, общественных пространств. Вот это вот те основные моменты, на которые жалуются жители. Главный раздражитель, скажем так. Главный раздражитель, Петр. И вы знаете, я что хочу сказать. У нас всегда будут нарушения. Ну, из них состоит наша жизнь. Давайте приведем с вами такой пример. Было, допустим, 100 детских площадок, соответственно, были жалобы на эти 100 или на 50 из них. Сейчас у нас 200 площадок. Каждая детская площадка должна содержаться. И с года в год она что? Не молодеет, а ведь стареет. Поэтому, конечно, процент нарушений на них теоретически должен быть больше. Поэтому самое главное не это. Самое главное, как устраняются эти нарушения, что делается для того, чтобы не допускать. А это и есть эффективность муниципальной власти. Так вот, я хочу сказать, в Одинцово реагирует. Идет реакция. И действительно, нарушения, которые выявляются инспекторами госэмтехнадзора, внештатными инспекторами госэмтехнадзора, нашими жителями, мне нравится, что они в достаточно короткий промежуток времени фиксируются и устраняются. Вот это, наверное, главное. Это вот то, на что мы делаем акцент в настоящее время. Есть ли, Татьяна Семеновна, какая-нибудь сверхзадача на текущий летний период? То есть в прошлом летнем периоде, образно, мы занимались детскими площадками, сейчас занимаемся навалами мусора и так далее. Вот этот летний период, он под флагом внимания к какой проблеме проходит? Услышала, Петр. Ну, наверное, если мы говорим с вами о детских площадках, то они никогда не уходят с повестки работы инспекторов госэмтехнадзора. Поскольку это точка притяжения наших детей, особенно в летний период, в каникулярный период, и она очень важна. Поэтому, конечно, здесь инспектора мониторят ситуацию, и Одинцова не исключение. Я хочу сказать, что многое сделано. Все бесхозные детские площадки ликвидированы или поставлены на баланс. Все травмоопасные элементы уничтожены. Кроме того, все жесткие подвесы, которые, ну, в общем-то, составляют опасность для играющих там детей, в Одинцовском всем муниципальном районе ликвидированы. Их было 178. Сейчас они заменены на мягкие безопасные цепи. Грандиозная работа проведена. Я знаю, что Одинцовский муниципальный район – один из лучших среди муниципалитетов всего Подмосковья, которые на каждую детскую площадку делают соответствующую документацию, заводят журналы, паспорты детской площадки, которые уже действительно профилактируют какие-то несчастные случаи на этих детских площадках. И поэтому эта работа дает о себе знать. У нас количество несчастных случаев на детских площадках в Одинцовском муниципальном районе, оно у нас минимально. Это, на самом деле, дорогого стоит. Хотя, хотя, я должна заметить, что все-таки новых детских площадок, отвечающим всем требованиям, которые спускает правительство Московской области во все муниципалитеты, их недостаточно. Идет обновление. В этом году еще 11 новых детских площадок будут установлены, в том числе из них 5 по губернаторской программе. Но, тем не менее, все-таки старые детские площадки в Одинцово, именно в Одинцово, ну, их большое количество, больше 60%, а это, ну, для такого города, мы с вами об этом и говорим, который находится рядом с Москвой, и ничем не должен от него отличаться, маловато, скажем так. Я даже хочу сказать, что поселение в этом отношении выглядит лучше. То есть количество комплексно благоустроенных дворов и новых детских площадок там больше. Поэтому первая задача на ближайшее время – это все-таки этот дисбаланс устранить. Переходя, на самом деле, к такой острой проблеме, которая касается все муниципалитеты Подмосковья, без исключения, как это мусор, мы должны отметить тот факт, что этим летом действительно приоритет именно это направление. Убрать в кратчайшие сроки всю территорию Подмосковья, вывести все несанкционированные свалки и не допустить повторения их вновь. Вот задача номер один, вот вопрос номер один, который поставил губернатор. В начале этого летнего сезона, а летний он еще и дачный, количество дачников у нас увеличивается в разы. И с этой задачей мы справляемся. Каким образом, спросите вы, Петр, а я отвечу. Обязательно спрошу. Создали штаб по указанию губернатора Московской области. В этот штаб вошли все ведомства, которые в той или иной степени отвечают за территорию в нашем Подмосковье. Ну и, соответственно, штаб работает в очень оперативном режиме. Впечатляющие результаты у нас. Я должна об этом сказать. Штаб работает в три этапа. Первый был этап, он уже закончен. Нам нужно было буквально в течение одной недели инвентаризировать все несанкционированные свалки, очаговые навалы мусора на территории всего региона. Мы это сделали успешно. Все они зафиксированы, внесены в реестр. И теперь инспектора Госамтехнадзора, Жилинспекции, Комитета лесного хозяйства, Минэкологии через наше Мингосуправление, тот же самый портал Допродел, следит за их ликвидацией. Процент ликвидации велик. По всему Подмосковью более 80% уже убрано. Но я хочу сказать, что Одинцово здесь тоже в лидерах. Очень быстро убирают. И более 85% уже как бы свалки как ликвидированные у нас присутствуют. Их было 212. На сегодняшний день практически осталось 15% убрать. Работа по ликвидации ведется. И здесь вопросов нет. Есть вопросы в этом направлении по тому, что низкая профилактика все-таки. Понимаете, 30% этих несанкционированных свалок или несистемного вывоза мусора повторяется. Это говорит о том, что все-таки недостаточно мероприятий по тому, чтобы прекратить этот процесс. В конце концов, вдоль обочин, вдоль дорог необходимо ставить и камеры видеонаблюдения, где это возможно, и перегораживать въезды, ставить шлагбаумы на несанкционированные съезды в лесополусу. Ну, или отбойники, например, вдоль дорог, вдоль Можайского шоссе ставятся в тех местах, скажем, в мусороопасных местах, ставятся металлические отбойники. Абсолютно верное решение. Проводить засады чаще. Значит, здесь, что плохо? Здесь у вас в Одинцово недорабатывает административная комиссия. Которой переданы еще полгода назад все полномочия. Объекты дачники, объекты СНТ, жилой сектор, частные домовладения, заключение договоров нового мусора, это сейчас их прямые полномочия. У них все для этого есть. У них есть закон, у них есть штрафные санкции для нарушителей. Они не в полной мере этим пользуются. Говорю ответственно, потому что всего с начала года 45 административных дел. Это очень мало. У нас есть муниципалитеты, где эти административные дела на нарушителей административной комиссии накладывают уже тысячами. И штрафы там серьезные. Я помню, вы выступали не так давно на площадке агентства РИАМО и сказали, что есть муниципалитеты, где 100% охвачены уже договорами нового мусора. Именно так. Мы всегда их ставим в пример. Поверьте мне, эта работа где-то рутинная, не очень интересная. Но ей надо заниматься. Да, может быть и неблагодарна, но это наша с вами работа. И административная комиссия просто должна ее исполнять. Поэтому вот куда девается этот мусор? В частном секторе в Одинцовском муниципальном районе чуть больше 30% заключены договора на вывоз мусора с частным сектором. Где 70%? Где? Конечно, вдоль дорог, вдоль лесов. Может быть, на берегах рек и озер. Именно там. Поэтому это нужно поэтапно делать, чтобы не допускать вновь образования. Ну и, конечно, привлечение в рамках штаба жителей. У нас есть такой хатштег, который называется «Охота на свалку». Благодаря этому хатштегу наши жители, в том числе Одинцовского муниципального района, находят свалки, фиксируют и отправляют на ликвидацию. То есть эта работа тоже ведется, и она здорово помогает вычищать наше Подмосковье. Татьяна Семеновна, мне очень зацепила информация о том, что существует такой институт внештатных сотрудников, внештатных инспекторов Госадомтехнадзора. Я думаю, что многие бы люди согласились, записались бы и вели такой своеобразный внештатный надзор. А иногда и негласный, потому что кто же знает, что это за человек. Может, просто человек, а может, сотрудник внештатный Госадомтехнадзора. Есть такой. Как им знать, куда обратиться, насколько вообще велика армия таких людей, насколько они помогают? Велика. Вы знаете, у нас в полномочиях Госадомтехнадзора есть это. То есть мы можем брать внештатных инспекторов, мы их какое-то время обучаем теории, потом они ездят в составе экипажа, практикуются на практике, потом начинают работать сами. В их полномочия входит выявлять нарушения, составлять акт этого осмотра, и отдавать себе материалы в территориальный отдел, чтобы те уже выписывали штрафные санкции по выявленным нарушениям. Я хочу сказать, что штат у нас очень большой. У нас на сегодняшний день уже тысячи человек. Цифра постоянно меняется, кто-то уходит, кто-то приходит. Тем не менее, средние держатся обычно вот таким вот образом. И я хочу сказать, что на количество штатных инспекторов 300 – это очень серьезная помощь и подмога. Маленькая армия. Это целая армия. Вы знаете, я хочу сказать, что именно благодаря им, в том числе и нашим жителям, активным жителям, имеющим активную гражданскую позицию, в пользу случаям хочу им сказать спасибо, что именно благодаря им мы можем успевать и, в общем-то, держать ситуацию под контролем, наводя порядок. Я знаю о том, что это абсолютно разные люди. Здесь и молодежь, здесь люди пенсионного возраста, здесь и мамочки с детьми. Ну, в общем, как бы абсолютно разный состав, но идея у всех одна. То есть, чистое Подмосковье. Татьяна Семеновна, еще несколько слов хотелось, чтобы вы сказали именно об Одинцовском отделе. В нескольких рейдах были мы за последнее время с инспекторами, очень грамотными, квалифицированными. Нам они показались. Спасибо. Как вы оцениваете своих сотрудников? Насколько вот наш район в этом плане по сравнению с другими муниципалитетами смотрится? Один из самых сильных территориальных отделов, безусловно. Дело в том, что мне очень нравится, что они в основном жители Одинцовского района или же граничных с ними городских округов. Это люди неравнодушные. Очень лично воспринимают свою работу? Очень лично воспринимают. Они неравнодушные и они действительно им не все равно. Им тяжелее, чем остальным. Я это хочу сказать сразу, потому что, как мы начали? Мы с вами с этого начали, Петр. К Одинцовскому району повышенные требования. И поэтому общение с людьми, быстрая реакция на проблему, она для них приоритетна. Это важно. Это их идеология. Я хочу сказать, что инспектора, конечно, очень сильно загружены. У меня в связи с ограниченным количеством штатных инспекторов на одного приходится от 80 до 90 населенных пунктов. Это серьезная и логистика, и серьезная нагрузка. Поэтому именно находясь постоянно в открытом диалоге с нашими жителями, они успевают везде и всегда. Практически везде и всегда. Но, наверное, из таких основных особенностей я хочу сказать, что они всегда на острие. Одинцовский район, район близкий к Москве. Поэтому и по статистике административных дел, и по количеству все-таки обращений, и по количеству организованных каких-то мероприятий у них объективно больше нагрузка, чем, допустим, у остальных. Но они справляются, за это я им очень благодарна. Еще такой вопрос, касающийся обратной связи с населением. Когда встает вопрос, скажем, куда писать о яме, которая во дворе возникла, может быть, позвонить в управляющую компанию. Зачем управляющую компанию? Давайте сразу президенту напишем. Очень часто такое встречается, и президенту пишут о яме или о пакете мусора, который сосед за 10 минут до этого выбросил. Все-таки для того, чтобы как можно быстрее решить проблему, добродел, местный отдел Госадмотехнадзора, областной отдел Госадмотехнадзора, куда в первую очередь или все-таки в управляющую компанию свою постучаться сначала? Вы знаете, ну, конечно, для того, чтобы быстрее решить проблему, безусловно, нужно постучаться сперва в управляющую компанию. Что для этого должно быть? Для этого управляющая компания должна быть открыта для своих абонентов. Назовем это так. На всех досках объявления должны быть телефоны, диспетчерской службы, ответственных лиц, чтобы люди, выйдя из подъезда или даже не выходя из него, могли знать, к кому обратиться. Понимаете, это шаг номер один. Эти же координаты управляющих компаний или обслуживающие организации, которые отвечают за территорию двора, должны быть развешаны на счетах. Наша Подмосковья, которая тоже в обязательном порядке должна быть в каждом дворе Одинцова. Тогда человеку проще, понимаете, эти люди, которые напрямую отвечают за состояние то ли дома, то ли подъезда, то ли двора, они открыты, они доступны. И тогда не надо нам с вами писать ни президенту, ни папе Римскому. И только если меры не принимаются. И только если эти меры не принимаются. В таком случае, конечно, есть территориальный отдел Госамтехнадзора, если это касается нас. Есть администрация, ответственные лица, если это касается муниципалитета. Ну, в конце концов, действительно, есть моя личная почта, есть горячая линия Госамтехнадзора. То есть вы тоже открыты для личных обращений граждан. Ну и соцсети, куда без этого. Аккаунты, Инстаграм, ВКонтакте и тому подобные вещи. Ну и мне бы хотелось, чтобы в завершение вы несколько слов сказали еще о тех видах надзора, которые вы осуществляете, о которых мы не поговорили. Понятно, что благоустройство и мусор – это вот то, что у людей вызывает наибольшее количество эмоций. Что еще вы делаете, по каким вопросам к вам можно обращаться или вам сообщать горячую информацию? Петр, вы знаете, действительно, Госамтехнадзор, его деятельность напрямую связана со временем года. И, конечно, те вопросы в тот или иной период времени года наиболее актуальны для жителей. И мы их решаем в первую голову. Ну что такое лето? Помимо мусора и благоустройства, это, конечно, зона отдыха у воды. Это, безусловно, пляжи, которые мы проверяем, или просто береговую линию смотрим, поскольку много отдыхающих и много вопросов по состоянию и содержанию этих общественных территорий. Здесь это наша отдельная спецоперация. Далее мы, конечно, летние лагеря. Мы их полностью проверили все по состоянию перед началом летнего сезона. Тем не менее, эти проверки в ежеплановом порядке продолжаем все лето, поскольку дети отдыхают в этих местах, и для нас это важно. Одно из направлений деятельности, мы с вами тоже об этом говорили, тем не менее, оно идет не только летом, а все времена года. Мы не упускаем безопасность детских площадок. Это вот инфраструктура, и спортивная в том числе, потому что это важно. Значит, должна сказать, что наша спецоперация «Дорога», она никуда не уходит, потому что дачный период, огромное количество дачников, все-таки это несанкционированная торговля вдоль дорог, эти моменты держим на контроле. Рекламный мусор, ну, та история, которой летом занимаемся в усиленном режиме, потому что огромное количество, к сожалению, появляется вновь и вновь. Я должна сказать о том, что, наверное, никуда не уходит с повестки и тема освещенности. Ну, все-таки разбитые фонари, не работающие лампочки, они входят в нашу зону ответственности, и мы на эту тему обращаем большое серьезное внимание. Летний надзор – это надзор, как правило, еще подключаемый совместно с нашими сотрудниками МЧС, это профилактика пожаров. То есть мы посещаем такие места, это, как правило, пикники в лесу, где люди, в общем-то, разводят шашлыки, огонь открытый, и это иногда приводит к несчастным случаям. Поэтому здесь наша зона ответственности. То же самое с нашими садоводами, которые жгут, в общем-то, свои растительные остатки, зачастую вдоль садовых товариществ или частных домовладений. Это тоже, как бы, летом очень актуально, поскольку пожароопасный период. Ну и, наверное, я должна сказать, что тоже очень важно для нас применение аэронадзора. Средства малой авиации, совмест с МЧС нужно для того, чтобы все-таки выявить серьезные несанкционированные свалки, или даже полигоны, назовем это так, в труднодоступных местах, где пешим порядком всегда инспектор подойдет. Вот такие особенности именно летнего надзора, и именно так мы работаем. Ну что ж, Татьяна Семеновна, от всей души желаю вашему ведомству успехов, процветания, грамотных инспекторов, ну и, конечно, хорошего населения, которое выполняет все требования, которые... ...высокой экологической культурой. ...которую предписывает им Государственный административно-технический надзор. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи была руководитель Московского областного государственного административно-технического надзора Татьяна Семеновна Витушева. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова